Итак, здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас понедельник, 6 июля, и давайте посмотрим на графики еврофунта. Видим, что после пятничного большого выходного в связи с днем независимости в США, европейская валюта начала укреплять свои позиции. В целом, довольно хорошие данные по активности в сфере услуг стран еврозоны. Это Испания, это Франция, это Германия. Во Франции, к примеру, активность даже начала ускоряться. В Германии подобрались показатели к 50 пунктам. В Италии также активность значительно восстановилась после эпидемии коронавируса. Все это указывает на то, что экономика постепенно оживает. И вторая вспышка, которая еще впереди и пока не сильно волнует трейдеров, которые ставят на укрепление европейской валюты и британского фунта. В целом, по еврозоне сокращение активности также замедлилось. И мы увидели, что показатели постепенно приближаются к 50 пунктам, выше которых активность будет показывать рост. Что касается данных по экономике Великобритании, ничего интересного не произошло. Обсуждался предложенный премьер-министром Борисом Джонсоном план помощи на 5 миллиардов экономики. На этой неделе будет в Министерстве финансов опубликован летний доклад по состоянию экономики Великобритании. Посмотрим реакцию фунта на все эти дела. Также мы помним, что провалились у нас очередные переговоры. Брюссель не хочет уступать в Великобритании и пока каких-то точек соприкосновения не найдено, что и ограничивает выстоящий потенциал в британском фунте. Что касается текущей технической картины, то мы видим, что евро восстанавливается сегодня на азиатской сессии. И постепенно мы подбираемся к уровню 12.97. От него будет зависеть дальнейшее направление. Если мы здесь формируем ложный пробой, как это у нас было 2 июля, то можно посмотреть продажи с возвратом на середину канала 12.41 и обновление нижней его границы 11.93. Если активных продаж от этого уровня нету в первую половину дня, то вполне возможно закрепление выше 12.97 приведет уже нас на 13.46 и возможно к обновлению максимума 13.81. Один из фундаментальных данных сегодня стоит обратить внимание на объем заказа промышленности Германии. Должен произойти скачок в мае. После резкого сокращения в апреле выходят у нас данные по индикатору уверенности инвесторов по еврозоне. Ожидается рост показателя и ключевым данным будет изменение объема розочной торговли. Майский показатель также вырастет. Если он окажется лучше прогнозов экономистов, то это поддержит европейскую валюту. Ну и учитывая, что в пятницу у нас не публиковались данные по США, переносятся они на сегодня. Это сфера услуг и АСМ для непроизводственной сферы ожидается 50 пунктов. Если так и произойдет, то я думаю, что спрос на европейскую валюту усилится, так как восстановление американской экономики указывает на возобновление роста и мировой экономики. Поэтому спрос на рисковые активы будет только укрепляться. Что касается британского фунта, то мы видим, что мы остаемся выше уровня 24,51. По всей видимости, будем мы опять же стремиться к максимуму от 2 июля. Формирование ложного пробоя здесь сигнал на продажу, скорее всего, с возвратом на 24,51. Если никого нету, то закрепление выше приведет на 26,07, 26,76. Это уже цель на середину недели. Если мы возвращаемся опять к 24,51, то покупки как и в пятницу только при формировании ложного пробоя. Либо тогда лучше всего отложить длинные позиции на сколько от поддержки 23,86. С коррекцией примерно 35-40 пунктов внутри дня. Всем удачи! Продолжение следует...